Девушки отдыхают В фильме также снимались Летисия Пердихон, Хуан Пилайс, Лус Мария Херес, Серхио Рамос и другие. Девушки отдыхают Режиссер Клаудио Райес, продюсер Эрнесто Аллазо. Девушки отдыхают Зачем паниковать? Все уже прошло. Я нормально себя чувствую. Даже мандаринчика захотелось. Послушай, Виктория, я думаю, Хулия права. Нужно показаться врачу. Не надо. Подожди, это должна быть Лаура. Я попросила ее зайти посмотреть. Это была твоя идея, няня. Какая же ты упрямая. Мне нужна Виктория. Виктория, у меня плохие новости. Что такое? С Луисом случилось несчастье. Что с ним? Луис жив. Я не упнил в больницу. Да, поехали. Доктор, он опять потерял сознание. Неудивительно, после такой страшной катастрофы, да с его отожогами. Но главное, что он жив. Командир, что с Луисом? Он в очень тяжелом состоянии. А Виктория с ним? Да. Вместе с сеньором Риверой пытаются поговорить с Луисом. Господи, помоги ему. Луис не дал мне остановить цистерну, а я не смог его удержать. Ты уверена, что он мне звонил? Нет, сеньор. Странно, что Андрес не объявился. Уже очень поздно, он не успеет на самолет. Сотовый у него не отвечает. И в офисе никто не знает, где он может быть. А вдруг с ним что-нибудь случилось? Не дай бог. Я встретил Доню Лидию, а она сквозь слезы мне рассказала, что с Луисом случилось несчастье. Говорите, пожалуйста, потише. Тамару. Играет с Анхеликой. Не дай бог, она услышит. Я бы не хотела. Виктория. Виктория. Я люблю тебя. Теперь, когда мы одни, вы можете сказать мне правду. В каком состоянии, Луис? Мы в тяжелейшем. Но организм у него молодой. Он должен выжить. Вот уж не думала, что когда-нибудь мы с вами подружимся. А я, наоборот, Хулия, всегда относился к вам с большим уважением. Потому что знаю, как сильно вас любит Виктория. Но мои чувства к ней для вас не секрет. Да, это так. Извините, но мы получили срочный вызов и должны вернуться в часть. Я оставляю здесь офицера, чтобы он был в курсе всего. С вашего разрешения, да, конечно? Разрешите. Пожалуйста. А где Доня Лидия? Молится в часовне. Если вы не возражаете, я пойду к Луису. Ступайте, сеньор Ривера. Алисия, доченька. Ты же рядом с Царицей Небесной. Попроси ее за Луиса. Он должен жить. Ради Мару. Ради Виктории. Ради их будущего ребенка. Господи. Это какой-то страшный сон. Мару не справится с таким горем. Сначала потерять тебя. А теперь еще и отца. Не дай ему умереть. Пожалуйста. Он должен жить. Если нужно, доченька. Если нужно. Возьми мою жизнь. А почему ты нас укладываешь спать? Где Виктория и моя бабуля? Где мой папа? Они решили прогуляться и где-нибудь поесть такос. Такос? А меня попросили уложить тебя спать. Так что давай, ложись. Вот здорово. Эту ночь мы будем спать вместе. Точно. А завтра можем попозже встать. Девочки. Я... посижу с вами. И даже почитаю сказку. Вот, держи. Но только страшную. Да, самую страшную. Самую страшную сказку. Как он? По-прежнему... в тяжелом состоянии. Синьор Ривера. Не напрягайся. Пожалуйста. Мне надо с вами поговорить. Пожалуйста. Не больше минуты. Обещайте, что Виктория о нашем разговоре не узнает. Дайте слово. Я попросил, чтобы нас оставили наедине, потому что мы оба знаем. Мне недолго осталось. Это не так. Синьор Ривера. Не пытайтесь меня обмануть. Как в тот раз. В тот раз? Да. Когда оплатили мое лечение и спасли мне эту жизнь. Давай не будем об этом. Какое это имеет значение? Пожалуйста. Имеет и большое. Я хочу вас попросить. Ради Виктории. Ради нее. Ради женщины, которую вы тоже любите. Луис, пожалуйста, не будем об этом вспоминать. Выслушайте меня. У меня очень мало времени. Я умираю. Я умираю, синьор Ривера, и должен вас попросить. Позаботьтесь о Виктории. Моей дочке Мару. И о моем сынишке. Я его уже не увижу. Они не должны чувствовать себя обездоленными. Я о них позабочусь. Они ни в чем не будут нуждаться. И о моем сынишке. И о моем сынишке. Знаешь, мы с Андресом, мы с ним вот так повеселились. Луис по-прежнему между жизнью и смертью. Я же просил его не лезть туда, а он не послушался. Это я сейчас должен быть на его месте. И чтобы от этого выиграли твои товарищи, ты бы поставил под угрозу две жизни вместо одной. Я должен был настоять на своем, вытащить его из кабины. Успокойся. Мы что, не знаем, какая у нас опасная профессия? Но все равно гордимся своей принадлежностью к героическому отряду пожарных. Я тебя люблю, Виктория. Я тебя тоже. Любимая, я хочу тебя попросить. Все, что угодно. Я жизнь за тебя отдам. Прости меня. Нет, нет, нет. Не надо так говорить. Подумай о Мару. О нашем сынишке. Береги его. Заботься о нем. О чем ты говоришь? Мы будем заботиться о нем вместе. Ты и я. Здесь я отдаю приказание. Родна моя. Я до этого не доживу. Ты не умрешь. Слышишь, что я тебе говорю, любимый? Я не позволю тебе умереть. И давай об этом больше не будем. Договорились, родная. Как тебе объяснить, что я чувствую? У меня никогда не было врагов. Я никому не причинил зла. Моя совесть спокойна. Я всю жизнь помогал другим. И теперь... Теперь я чувствую умиротворение. Почувствуй его и ты. Помоги мне. Я хочу увидеть, как ты улыбаешься. Но, пожалуйста, улыбнись. Пожалуйста. Любимая. Ты должна быть сильной. Пройдет время. И твоя боль утихнет. А я останусь в памяти самым дорогим воспоминанием. Обещай мне, что постараюсь снова стать счастливой. Постарайся. Прошу тебя, Виктория. Не говори о смерти. Ты должен жить ради меня, ради Мару, ради нашего ребенка. Ты должен бороться за жизнь. Я тебя умоляю. Любимая, как ты не поймешь, слишком поздно. Смерть уже рядом. Она пришла за мной. ты ее не видишь. А я ее ощущаю. И чувствую покой и свет. Он зовет меня за собой. И я должен идти. Но я тебя никогда не оставлю. Я всегда буду с тобой. Всегда, когда буду нужен. Ты мне нужен сейчас. Ты мне очень нужен сейчас. И будешь нужен всегда. Всегда. Все рассказала, я не хотела сначала этому верить. Вот решила зайти к вам, чтобы держаться все мы вместе. А что мы здесь ждем? Давай поедем в больницу. Нет, Бенита ясно сказал, что нам лучше оставаться дома. Сеньора, Андрес обещал нам звонить. Да, мы оставили Андресу номер вашего телефона. И честно говоря, я бы хотела посидеть здесь с вами. Как ты, Альмита? Не хочешь прилечь? Нет, я не могу уйти, пока не узнаю, как там Луис. Я его очень любила. Альмита, если хочешь, то можешь полежать в моей спальне. Нет, я не хочу. Спасибо. Бедный Луис. Надо за него помолиться. Хотя я уверена, что его спасут. Конечно, спасут. Мой Луис будет жить. Я даже не сомневаюсь в том, что он выживет. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Наклонись. Да, любимый. Да. Дай мне слово, что позволишь Андреасу Ревере сблизиться с тобой. Луис, пожалуйста, я не хочу об этом слышать. Пообещай. Он будет тебе опорой. Прислушивайся к нему. И больше не отталкивай от себя. Хватит. Я не хочу, чтобы ты об этом говорил. Пожалуйста. Любимая. Да. Мне пора. Ступай с миром, любимый. ступай с миром. Мы всегда будем вместе. Всю жизнь. Всю жизнь. Он ушел. Луис оставил нас. Спасибо вам, сеньор, за все. Мой единственный. Нет. Господи, нет. Родной мой, я всегда буду любить тебя. всю свою жизнь. Я не нахожу слов, чтобы тебя утешить. Их просто не существует. Но я обещала Луису быть сильной и постараюсь. Это горе такое же огромное, как наша любовь, с которой я всегда буду его вспоминать. Он был потрясающим человеком, человеком с большой буквы. Виктория, запомни, ты никогда не будешь одна. Всегда и во всем можешь на меня рассчитывать. Спасибо. Твой папочка отправился в дальний путь, родная. Когда-нибудь мы встретимся с ним и с твоей мамой. Со всеми, кого мы любим и кого уже нет с нами на этой земле. Но знаешь, они всегда нас заботятся и всегда с нами рядом. Как ангелы? Да, как ангелы. Ты лучше думай о том, что твои родители сейчас совместе на небесах и что они твои ангелы-хранители. Но я не хотела, чтобы мой папа становился ангелом. Лучше бы он остался со мной. Попроси Боженьку, чтобы он нам его вернул. У него же много ангелов. А папа у меня был один. Не надо печалиться, солнышко. Вспомни, что я тебе говорила. Всякий раз, когда ты захочешь его увидеть, ты сможешь это сделать. Только закрой глазки. Закрыла? А теперь представь своего папу. Его лицо, глаза, то, как он на тебя смотрел, как играл с тобой, как смеялся. Вспомни, как он брал тебя на руки и крепко-крепко к себе прижимал. Папа, папочка, любимый. Виктория, а ты отведешь меня с ним попрощаться? Да, моя хорошая. Мы пойдем туда. Мы всегда с тобой будем вместе. Никогда не расстанемся. Помни, что я люблю тебя. И ты моя доченька. Мама. Ну все, давай не будем плакать. Ты же помнишь, папа не любил, когда ты грустила. Он всегда хотел видеть тебя счастливой. И не забывай, он смотрит на нас с небес. Дай-то Бог. А он взаправду превратился в ангела? Конечно, он стал ангелом, милая. И сейчас вместе с другими ангелами. Я уверена, что с ним рядом все его друзья пожарные, которые ушли на небеса раньше. Доченька. Да, няня. Я сделала все, как ты хотела, ни слова не сказала соседям. Спасибо, няня. Я знаю, соседи не обидятся за то, что я им ничего не сказала. Они должны понять мое горе. наше горе. А еще я хочу вручить вам каску, которую счастью носил ваш дрожайший супруг. Дамы и господа, товарищи пожарные, с позволением многоуважаемой семьи нашего товарища Луиса Тороса, я хотел бы обратиться к вам с краткой речью. Сегодня, когда мы собрались с вами здесь, на центральной станции, наши сердца полны скорби по уважаемому и всеми любимому товарищу, погибшему при исполнении своего долга. Беспощадный рок вырвал его из этого мира в полном рассвете сил и унес бессмертие, где сверкающий нимб славы венчает избранных сынов, среди которых он занял почетное место, войдя в аналы истории героического корпуса пожарных. Луис Торос шагнул в бессмертие. Его замечательный подвиг послужит высочайшим примером для подражания. В его честь, помня о том, что он пожертвовал собственной жизнью, чтобы спасти жизни других, ангелы зазвонят в золотые колокола, приветствую на небесах героя, который, не раздумывая, исполнил свой высокий долг. А здесь, на земле, где он был хорошим сыном, любящим супругом, заботливым отцом, верным другом и замечательным пожарным, он навсегда останется в наших сердцах. Отдав свою жизнь во имя других, он еще больше возвеличил незапятнанный герб героического корпуса пожарных. Луис Торрес, покойся с миром. Луис, Луис, где бы ты ни был, позаботься о нас. Луис, луис! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Караул поднять гроб Караул обычным шагом марш Мода на талантливых актёров Ты каждый день нас сюда приводишь Мару говорит, что Луисит и её сыночек Она на нём тренируется, готовится к замужеству Тренируется на ребёнке Ах, это Мару! Да, развённая игрушка Привет, привет, моя радость Мама, держи Луисит от Мару не на шаг Нет, ты на него посмотри Мару настоящая помощница, правда? Посмотри, сколько здесь шариков Надо же, выбирайте Какие красивые Отпусти Это для тебя Спасибо Ты посмотри, какой красивый Сеньор, адрес, где состоится праздник у вас Вам не трудно будет доставить все шары прямо туда Подожди, детка, подожди Хочешь ещё один? Постараюсь не опоздать Все шары для тебя Отлично Сейчас улетит, дети, ступайте играть Мауэс Только чтобы мы вас видели Будьте осторожны Будьте осторожны, не шалите Заберите его шарик и смотрите, чтобы он не упал Ступай, моя милая Я поручаю его тебе Хорошо Иди играй, зайка Далеко не уходите Дочка Я сегодня получила А что это? Документы на наследство Мару Так что этот вопрос решён Мару досталось небольшое состояние И я хотела тебя спросить Что мы будем с ним делать? То, что хотел, Луис Откроем на имя Мару счёта Когда она станет совершеннолетней Ты сама решит, что ей с деньгами делать Очень хорошо, я тоже об этом подумала Послушай, ты так ничего и не знаешь Про Сеньора Риверу Нет, ничего С тех пор, как он уехал А ты думаешь, он вернётся? Не знаю, Дангелите Ну что, пошли? Мару Дети мы уходим Ангелика Идём Мы уходим Осторожно, осторожно Иди ко мне, солнышко Андрес Счастливчик Добро пожаловать Элли Нита Рада тебя видеть Как ты похорошела Да вы оба отлично выглядите Сам знаешь, братишка Любовь творит чудеса Я за вас очень рад Скажи своему шофёру, что он может ехать Мы тебя забираем Куда? По дороге всё объясним Получи багаж и поезжай домой Слушаю, сеньор Поехали Хорошо, хоть до Никета согласилась посидеть с ней Луиси-то, пока он спит Иначе мы бы не смогли от него сбежать И всё приготовить Девочки пообещали, что будут за ним присматривать Ну, а до Никета им поможет Ну и внук нам достался Такой непоседа С ума сойти С тех пор, как он родился Только и разговор в штоне Не хочется хвастаться, но у нас Расчудесный малыш Не терпится увидеть, как он задует свою первую свечку Если у него получится, он ещё всё-таки маленький Да, торт у вас вышел просто загляденье Не терпится попробовать Я же для внука старалась Чтобы был не только красивым, но и вкусным Вы себя превзошли Только осторожно, не уроните Только этого нам не хватало Не торт, а искушение Так бы глазами не съела Подождите Осторожно, вот так Вот Но как вы его довезли? Мне помогли А Виктория когда обещала подойти? Она пошла выбирать подарок А потом, как обычно, зайдёт на кладбище И как всегда одна Доня Лиди А вы что об этом думаете? Вы же знаете Я Луиса любила, как сына Но всё равно не думаю, что Виктория должна быть одна Хотя у неё дети растут Я очень хочу, чтобы Виктория нашла своё счастье Разве с кем-то другим она будет счастливой? Я за неё ничего решать не могу Вы же знаете Из-за детей А прежде всего из-за Мару А вдруг она обидится, что кто-то займёт место её отца? Меня это тоже тревожит Мару девочка непростая Это уж как Богу будет угодно Мы с вами заболтались Примемся за дело А то скоро гости придут Так это вы и расселись А вы разве нет? Подожди, я поправлю Папуль Ты только посмотри, как вырос наш Луисита Ты даже не представляешь, как он капризничал, когда у него резался зуб Ты был невыносим И хватаешь всё, что попало, Луисита А что есть, то есть Спит он у нас Как ангелочек Он такой забавный А когда смеётся, скалит зубки и морщит нос Ну, совсем как ты Очень похож Удачи! Спасибо Всё будет хорошо Любимый сегодня нашему сыну исполняется год Он такой же жизнерадостный, как и ты Он самый чудесный подарок, который только мог дать мне Господь Потому что в нём живёт частичка тебя Когда пройдёт время И твоя боль утихнет А я останусь в памяти самым дорогим воспоминанием Дай мне слово Что ты позволишь Андресу Ривере Сблизиться с тобой Луис, пожалуйста, я не хочу об этом слышать Обещай мне Что он станет твоей опорой Прислушивайся к нему И не отталкивай больше От себя Не надо об этом, пожалуйста, я не хочу Не хочу Виктория Андрес Вот так сюрприз, когда ты вернулся Сегодня Я очень рад тебя видеть А я тебя Мы можем поговорить? Да, конечно Тётя Кета сказала, что заедет домой Мы пойдём покупать Луисита подарок Она хорошо устроилась Вместо того, чтобы нам помогать Распивает кофе со своим женихом Серила Да, она ещё просила передать, что все остальные придут попозже Вот так это Какого жениха себя отхватило Теперь только вам осталось найти себе пару Я согласна только на Роберта Редфорда Тогда вам придётся ждать до второго пришествия Я и то решила сказать да своему жениху Ну и вкус вас должна заметить Держите и ну давайте Вот ещё Вы что, рассердились? Знаете что, Дон Руфина хороший человек Он в меня влюблён Я уже не говорю о том, что он настоящий джентльмен Не обижайтесь Я вам просто завидую В глубине души я бы тоже хотела встретить хорошего человека Даст Бог и у Виктории личная жизнь сложится Послушай, Ангелика Да? Пойди-ка сюда Как ты думаешь, Мару не обидится, если Виктория кого-нибудь полюбит? Думаю, что нет Мару очень любит Викторию и переживает, что она одна Вспоминаешь Луиса? Да Его последние слова Он говорил о тебе О том, какой ты надёжный человек Виктория Я тебе об этом не говорил Но в ту ночь мы с Луисом тоже успели поговорить наедине И он попросил меня позаботиться о тебе И твоих детях Я так и сделал И буду продолжать это делать Но независимо от этого В какой-то момент я вдруг понял Что не быть с тобой вместе Это выше моих сил Вот почему я уехал Хотел забыть тебя Встретить другую женщину Но закрывал глаза И видел твоё лицо И вот я вернулся, чтобы решить свою судьбу, Виктория Мои чувства для тебя не секрет Ты знаешь, что я тебя люблю Андрес Я не стану скрывать С тех пор, как ты уехал Я часто думала о тебе Но только... Виктория Ты знаешь, как я уважал Луиса Восхищался им Но теперь я вижу, что ты говоришь о нём без слёз У тебя не дрожат губы Когда ты его вспоминаешь Любовь Луиса всегда будет со мной Но он остался лишь в воспоминаниях Мне кажется, сейчас самое время принять решение Я отсутствовал целый год Но мысленно был рядом с тобой Безмолвно тебя любил И надеялся, что когда вернусь Ты согласишься стать моей женой Виктория Виктория, я хочу, чтобы ты была счастлива Очень счастлива Ну что ж Принимаю твоё молчание за ответ Мне не стоило возвращаться Прости, Виктория Для меня же лучше жить у тебя вдалеке Даст Бог, мы ещё когда-нибудь Встретимся Андрес Я вижу, ты ничего не понял Посмотри, малыш, сколько у тебя друзей Только не соль палец в торт А то твои бабушки заругаются Тебе нравится торт? Дети, внимание, пожалуйста Подойдите все сюда Сейчас мы разрежем торт Луисито Похлопаем в ладоши Дай я его подержу Теперь я Малышка Чем занимаешься? Рассматриваю фотографии Пора перестать цепляться за прошлое Давай лучше заглянем в будущее Ты думаешь, у нас получится? Я в этом уверен И что же нас там ждёт, Андрес? Наша судьба Фильм озвучен телекомпанией ТВЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok